Только вчера мы писали о том, что между Ливией и Турцией подписано соглашение о разграничении акватории Средиземного моря, на дне которого находится месторождение нефти, и что это событие стало еще одним пенделем под старческий зад Путина. Мы высказали надежду, что это не последний сюрприз деду, и так оно и случилось. Но для начала обратимся к официальной прессе Турции, чтобы понять фон событий. Агентство Анадолу пишет следующее. Расходы Турции на импорт энергоносителей в апреле 2020 года сократились на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 1,483,365,000 долларов. Общий объем импорта Турции в апреле сократился на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года до 13,553,334,000 долларов. Таким образом, расходы Турции на закупку энергоносителей в четвертом месяце 2020 года снизились на 59,8%. Здесь нужно заметить, что Турция решительно сократила объемы закупок российского газа. Падение стало настолько мощным, что его просто не с чем сравнить. Но вот что Анадолу пишет по поводу потребления газа. Потребление природного газа в Турции в январе-марте этого года выросло на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 16,64 миллиардов долларов. В первом квартале Турция импортировала 15,191 миллиарда кубометров природного газа. Импорт голубого топлива за 3 месяца увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это уже интересно. Значит, потребление газа в стране растет, а закупки его в РФ сокращаются. Но уже хорошо известно, что прямо сейчас происходит активное замещение дорогого и проблемного российского газа на СПГ из Катара и США. Кроме того, вот что там написано о закупках нефти. Турция в марте 2020 года сократила импорт нефти на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 3,526 миллиона тонн. Лидерами по экспорту нефти в Турцию в октябре стали Ирак 1,296 миллиона тонн, Россия 485,826 тонн и Казахстан 306,156 тонн. Вот это и есть фон событиям, которые динамично развиваются в энергетическом секторе Турции. Безусловно, открывшиеся перспективы добычи нефти в Средиземном море способны сильно изменить не просто структуру закупок страной нефти и газа, но даже изменить статус импортера углеводородов на экспортера. А ведь нефть имеется не только на дне Средиземного моря, но есть и на дне Черного. И вот в связи с этим предлагаем следующее видео, которое наш турецкий коллега подписал таким образом. Ссылку найдете под этим роликом. Как видим, Анкара четко взяла курс не просто на диверсификацию закупок энергоносителей, но и на кардинальное изменение правил игры. Москва очень долго использовала страны Южной Европы как рынок для своего газа и своей нефти, но все может измениться и с такой скоростью, что в Москве даже испугаться не успеют. Похоже на то, что Эрдоган таки смирился с тем, что в Запоребрике будут давить его помидоры. Что же, чем-то придется жертвовать. Ну, а россияне обойдутся репой.